Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком Открытая Кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в эфире программа Открытая Кухня. Я, Валерия Иванова, приветствую всех и в том числе своего гостя Андреа Джанателли, который сегодня уже аж второй раз в моей студии. И сегодня в рамках очень интересной темы. Пока был карантин, я старалась приглашать гостей из Москвы по видеосвязи, делать интересные интервью шеф-поварами, чтобы во время самоизоляции наши слушатели, жители, потенциальные посетители ресторанов могли познакомиться с талантами нашей Латвии. Но сейчас настал момент, когда карантин вроде бы подходит к концу, когда уже все дистанции снимаются. И мне хотелось поговорить о том, насколько поменялся общепит со стороны работников. Потому что все мы знаем и понимаем, что многие рестораны закрылись, кто-то потерял работу, кто-то переквалифицировался, кто-то ушел на биржу труда и получает сейчас пособие по безработице. И вот сейчас в студии Андреа Джанателли, бармен с огромным уже опытом работы в этой сфере, которого я знаю уже тысячу лет, расскажет свою историю, как он от бармена перешел в сферу недвижимости и сейчас работает как маклер уже целых три месяца. А я напомню нашим радиослушателям номера для связи 6721-2939, 6721-3939. И если вы захотите поделиться своей историей, возможно, похожей, или задать вопрос, поучаствовать в нашей дискуссии, пишите также в WhatsApp 230-6191. Андре, привет еще раз. Здравствуйте всем. Да, расскажи, пожалуйста, как так произошло, что теперь ты стоишь не за баром и делаешь потрясающе вкусные коктейли, а я знаю, что ты их делаешь очень вкусно, что сейчас ты показываешь квартиры и заключаешь сделки по продаже. Ну, на деле у меня история началась еще даже до карантина. Да, рассказывай. Потому что то место, в котором я работал, занимал приятную должность достаточно, оно закрылось. Почему? Не так важно, пожалуй. И первые полтора месяца закрылось место примерно в Новый год. Вот это вот, в 2020-й Новый год. И первые полтора примерно месяца я находился на бирже, получал пособие по безработице. А потом по стечению обстоятельств определенных я встретил своего знакомого, и у него уже были наработки в сфере недвижимости. И он мне предложил, а давай попробуем. А я, пока был на бирже, я как раз тоже рассматривал совершенно разные варианты. И мне и родители советовали, и какие-то знакомые тоже говорят, мол, попробуй. Это достаточно интересная сфера. Ну, я и решил, давайте попробуем. И в итоге первое время, уже третий месяц я работаю в сфере недвижимости. Сфера действительно интересная. Каждый раз что-то новое происходит. Совершенно разные ситуации, совершенно разные люди. Первый месяц был активной работы. И вот сейчас потом начался этот карантин. Второй, третий месяц уже, конечно, полегче. Ну, карантин затронул, конечно же, все сферы. Ну, вот, в принципе, перешел я как-то так. Вот, да, довольно внезапно, с интересом. Вот так. Ну, то есть, если мы так вот пофантазируем. Да. Закрылся тот ресторан в начале года. Далее ты там, ну, возможно, как любой нормальный человек, хотел отдохнуть. А я знаю, что ты хотел. Да, имел на это полное право. Ну, скажем, с наступлением весны ты подумал, блин, закончились мои каникулы. Хочу опять стоять за баром. Хочу радовать гостей вкусными напитками. И зайду-ка я там на CVLV или на SS. И тут бах, и карантин. То есть, по сути, если бы тогда не случилось, что ты нашел вакансию совершенно в другой сфере, ты остался бы без работы. Наверняка, да. Наверняка, да. Да даже не наверняка, а тут сто процентов было бы. Потому что карантин, ну, мы все знаем, как он повлиял на эту сферу. Да. Закрылось девяносто процентов всех заведений. Если я не ошибаюсь, да, извиняюсь, да. Если я не ошибаюсь, то вот у меня есть пара знакомых, да, они работали в стейкухаусе. Вот в стейкухаусе это было одно из тех мест, которое продолжало работать. Даже во время карантина. Просто соблюдая вот эту кучу дистанций, там, 10 метров друг от друга. Которые где? Лейвулаукумс, которые. Вот они достаточно долгое время во время карантина даже работали. Ну, и сейчас продолжают, само собой. Из твоего окружения, ведь ты столько лет в сфере общепита. Сколько ребят, там, а, потеряли работу, б, встали на биржу, в, переквалифицировались? Можешь ли ты как-то так примерно? Ну, вот тут сложно сказать, переквалифицировались немногие наверняка, да. Ну, вот что на моем, на что на моей памяти, да. Но потеряли работу немало людей, конечно. Конечно, немало людей. Ну, то есть, учитывая то, что Юрмала вся присела, так сказать, да, приостановилась, да. И то место, где я работал в Юрмале, оно тоже остановило свою деятельность на время карантина. Ну, то есть, ну, если на пальцах считать, я думаю, вряд ли хватит пальцев. Так что, вот так как-то. Помнишь ли ты свои первые эмоции, когда только случилось все это, когда все новостные порталы, каналы, радио стали говорить о том, что вот вирус дошел и до Латвии, и рестораны закрываются, часы работы сокращаются. Вот твоя реакция. Ну, в тот момент моя реакция была уже как… Ну, тут нужно делить, да, потому что если смотреть со стороны человека, как потенциально бывший работник, да, или как просто человек, да. А давай и так, и так рассмотрим. И так, и так, вот, да. Если как потенциальный бывший работник, да, странная игра слов, потенциальный бывший работник, да. Ну, как есть, да. то, конечно, осознавать ситуацию, что при карантине потеряет уйма народу на работу, было достаточно грустно. И ты сразу думаешь, окей, должен отметить, что в сфере недвижимости у тебя есть время свободное. То есть, если ты хочешь подработать, ты можешь спокойно себе найти подработку. В моем случае, да, это наверняка был бы общепит. Да, бар желательно. Даже, наверное, неофициантам точно не хотелось бы больше, а вот в баре бы я бы точно поработал, но я понимал, что окей, а нет, а не получится. А с точки зрения просто человека, то, ну, обычно там посетителя, допустим, то, ну, обидно, конечно, потому что ты банально не можешь никуда выехать, все закрыто. И сначала карантин подразумевался как какой-то гулаг в минимальных системных требованиях, если можно так сказать. Ну, как знаете, как совсем закрыто, и в квартире сидишь, и максимум, что ты можешь, это выйти на улицу, походить. И все, и все остальное, ну, банально закрыто. Ну, в магазин можешь пойти. Вот это развлечение, да. Ну, вот и все, в принципе, как-то так. Ну, мне кажется, каждый сделал для себя определенные выводы вот за это время, и каждому из нас оно было дано для чего-то. Так, у нас был звонок, но что-то сорвалось. Я напомню нашим радиослушателям, да, что номера для связи со студией 6721-2939, 6721-3939. Попробуйте дозвониться еще раз, мы с радостью послушаем, да, мнения или вопросы. Что я еще хотела обязательно вот сказать. Ты, насколько я сейчас понимаю, чувствуешь себя хорошо в абсолютно другой сфере, которая, ну, вот, кардинально, я бы сказала, отличается от, там, приготовления каких-то напитков. Обслуживаю я, хотя это тоже с людьми. Работа с людьми, да. Работа с людьми, потому что, ну, у тебя это круто действительно получается. Я знаю тебя не только со стороны, там, то, что мы бывшие коллеги, но еще со стороны гостя. Знаю реакцию, там, всех моих друзей, которые приходили к тебе, что всегда оставлял супер впечатление, да. Но здесь все-таки как-то похоже, и ты не чувствуешь себя так, вот эта вынужденная, там, смена профессии. Это что-то новое. Наверное, все-таки это, да, новое. Действительно, конечно, ты работаешь с людьми, да, какая-то вот часть переходит из одной профессии, ну, из одной профессии в другую, то есть, ну, есть сходства. Да. Но они минимальные, они минимальные, да, потому что все-таки, если ты стоишь в баре, вы говорите о напитках и о жизни, а когда ты продаешь квартиры, ты говоришь о квартирах, да, и о возможности поставить новые радиаторы в квартире, да, а не о том, что вы знаете, виски – это хорошо, да. Ну, то есть, совсем, конечно, другой подход в целом, другой подход. Даже вот, кстати, да, нужно отметить, что подход к людям нужно было поменять, потому что, когда ты бармен или вообще работник общепита, да, ну, там нужно правильно уметь себя преподнести, то есть, подстраиваться под человека, ну, вот клиента. Иногда люди приходят в бар, допустим, просто поговорить, да, и ты играешь роль психолога, да, ты слушаешь такой, да-да-да, параллельно наливая, да, больше и больше, да. Если ты работаешь в сфере недвижимости, тут уже надо быть в рамках, тут нужно больше себя сдерживать, это то, над чем мне надо вот над собой подработать, потому что я иногда себя не сдержу. А может быть, брать виски с собой просто? Да, наверное, наверное, да, то есть, ну, есть вот эта разница огромная, и нужно вот это вот уметь вот вынести, вот перенести, точнее, вот, знаете, изменить в себе, вот так вот. Ну, вот я хотела тебе для примера, да, привести один случай, с которым я столкнулась, когда карантин вот настиг один из ресторанов, как и многие другие. Я вела одно из заведений, да, нашего города, и, соответственно, была участником рабочего чата, где была вся команда ресторана. Естественно, была буря эмоций у всех ребят, и когда я пыталась успокоить, да, как бы я не штатный сотрудник, у меня контракт, я говорила, ребят, ну, сейчас действительно речь идёт не о том, чтобы, там, говорить, вот владелец плохой, или, там, государство плохое, но вот сейчас как есть. У каждого из нас есть обязательство, там, кормить семью, оплачивать счета и так далее. Говорю, ну, надо сейчас смотреть на возможности, да, попробуйте оценить, вот, рынок труда, и что предлагается, на что вы можете сейчас пойти работать, да, да, чтобы зарабатывать, ну, какие-то вот деньги, чтобы, ну, хотя бы, там, покупать продукты, оплачивать счета. Некоторые из ребят стали очень остро реагировать на мои слова и говорить, вот, для чего я всю жизнь учился, для чего я всю жизнь работал на кухне, чтобы сейчас каким-то кассиром сидеть, понимаешь, вот такие были реакции. Хотя директор этого ресторана, да, так сложилось, представишь, директор, который тоже 20 лет в этой сфере, она не постеснялась, да, она поработала, точнее, потеряла свою работу, и да, она пошла к кассирам в Риме, но она понимала, что она не продала свою совесть ни за что, да, она просто честно выполняет свои обязанности, чтобы оплачивать все эти счета, просто выждать, потому что карантин не навсегда, но оплачивать надо, да, вот как ты относишься к таким вот изречениям, особенно в общем чате, когда человек там под семиэтажным, трехэтажным, не знаю каким матом покрывает работодателя, обвиняя его во всех бедах, говоря о том, что нет, вот если не шеф-повар со ставкой там 6 евро в час, то больше никуда не пойду. Не кажется ли тебе, что это максимализм? Во-первых, это показывает узкость человека какую-то, да, потому что, ну, мы все взрослые люди, нужно уметь делать разные вещи, да. Вообще, если честно, ну, так говорить, то это достаточно глупо, мы все все-таки должны понимать, что происходит, да. И, конечно, да, это обидно, что ты теряешь такое хорошее место рабочее, но это ведь не потому, что ты человек плохой, ты кому-то не нравишься, а потому что ситуация такая, которая затронула всех. Вот. Я вообще не вижу смысла в том, чтобы вот поливать там трехэтажным матом людей. Зачем? Это глупо. И не нужно. Лучше это время потратить на поиски чего-то того, что можно на… где, ну, перекантоваться можно на время по работе. Вот и все. Это неверно совершенно, да. Нужно, ну, тут все индивидуально, я говорю, тут нужно просто со стороны вот человеческой вот в себе понять, что, окей, такая ситуация, да. Нужно просто вот время какое-то, вот как многие люди сделали, да, кстати. Многие люди вот сейчас ушли работать в доставке, как курьеры, да, вот эта Барбора, да, допустим, это, которые возят. Права у людей есть, пожалуйста, ты нашел подработку на время. Это не стыдно, это нормально. Я тоже считаю, что ничего простыдного в этом нет. Это ведь человек, понимающий, знает, окей, вот я там побуду время, потом карантин закончится, место откроется, я вернусь. Тут уже просто, ну, нужно как-то с хозяевами вот это вот все сделать, что, ну, договориться, что, мол, все те же ребята и вернутся, да, что, ну, вполне реально, я думаю. Ну, не все, скажем так, рестораны откроются заново. Старый город, большинство, ну, там, 90% не откроются заново, но в том числе вот ресторан, который я тебе приводила в пример сейчас, да, где эта ситуация произошла, потому что, ну, колоссальные арендные выплаты, товары заново закупать, ну, пока нет, да, но так или иначе, посмотри сейчас, пройдись по городу, сейчас открыли террасу и ввелись с той недели послабления, могут уже сидеть 8 человек с одним столом на террасе, террасы полные. Я в пятницу гуляла с друзьями по тихому центру, очереди стоят на входе в ресторан, не сесть, не сесть, люди соскучились по времяпровождению. Да, да, конечно. Поэтому персонал, ну, окей, там, где была своя команда, возможно, там не требуется, но я знаю, что как минимум сейчас 5 новых ресторанов открывают. В любом случае, поэтому, ну, здесь, мне кажется, главное желание, это тоже проверка на выживаемость, на гибкость. Конечно, конечно, да. Ещё, вот ты сказал, да, что доставки, многие ещё себя нашли, то есть, если это был повар ресторана, нашли себя повар магазина или повар готового, ну, вот знаешь, когда готовый салат и вот что-то такое. Мне даже, вот, кстати, один знакомый есть, да, он работал в этом, господи, какой он, бамбук лаунж какое-то время, да, он сушист, он уже пожилой, но у него руки на месте. И вот сейчас я его недавно встретил в Максиме большой. Ну, опять же, это не постыдно. Это не постыдно, это нормально, все прекрасно понимают, почему так происходит. Ну, те, кто, не все, но те, кто вот понимают, те понимают, да. Конечно, конечно. Которые в трендах, которые понимают, почему это происходит, конечно, это нормально, это нормально. А как ты считаешь, какие ошибки допускал персонал до карантина? Вот максимально, давай у нас остается минута до рекламы, три ошибки, и которые не будут, простительно, после карантина в условиях того, что сейчас будет выбирать не работник, а работодатель. Фу, в первую очередь наверняка будет, ну, будет какой-то отбор однозначно, да. Давай быстро, как у Дудя. В первую очередь сложно так сгенерировать отношения к работе, к начальству, и сложно что-то придумать еще пока что. Отношения. Ну, давай тогда вернемся к этому после рекламной паузы «Открытая кухня». И еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, и сегодня у нас такая интересная тема. Мы все говорили про карантин, знакомились с шефами во время самоизоляции, а сегодня я решила пригласить в гостя своего уже многолетней давности коллегу, Андреа Джанателли, человек, который работает в сфере ресторанной давно-давно, занимал позицию как бармен, так и менеджер, так и официант. Ну, в общем, на всех позициях уже побывал. Но как сложилось, так сложилось в связи с ковидом. Кризис затронул всех. И Андрей сейчас ушел в сферу недвижимости. Уже три месяца работает маклером. Сегодня мы обсуждаем как раз вот то, насколько поменялась эта ситуация в целом в ресторанном бизнесе, как поменялось отношение работников и насколько это тяжело переквалифицироваться. И вот во второй части нашей программы мы хотели бы тоже поговорить о том, как не стоит больше себя вести работников, потому что конкуренция сейчас будет огромная. Если вы, радиослушатели наши дорогие, захотите чем-то поделиться, да, возможно, у вас похожая история, или задать вопрос Андреа, или подискутировать с нами, смело звоните 6721-2939, 6721-3939, или пишите нам в WhatsApp 230-6191. До ухода на рекламную паузу я задала Андре вопрос, который буквально как-то вот растерялся, да, наш кост? Как поменялось, наверное, отношение работника к своему делу? Ведь, согласись, до этого, ты сам помнишь, вакансий было миллион, да, и ты мог ходить и выбирать. Ты мог сегодня поработать в ресторане, завтра в баре, через еще день побывать там в премиум-классе, а вечером там, я не знаю, в ночном клубе, да, здесь заработать чай, здесь получить социальную гарантию, и вот так вот выбирать хоть каждую неделю. Сейчас ситуация поменялась, сейчас будет выбирать работодатель, и на одну вакансию будет присылаться 100, 200 и 300 CV. Если до карантина работник мог воровать там условно, приходить пьяным, с похмелья, и еще 100 разных нарушений, и ему это прощалось, потому что только не уходи от меня, ты мой золотой, то сейчас все по-другому. Как ты считаешь, вот что в интересах работника, да, сферы ресторанной стоит стопроцентно соблюдать? Вот давай даже пошагово, начиная с рабочего интервью, которое мы уже сегодня с тобой немножко обсудили до эфира. Как бы ты вот сейчас себя вел, проходя интервью, если бы, ну вот, ты знал, что действительно нам на это место может быть 200 еще ребят? Ну, в первую очередь отключил бы вальяжность в любом проявлении вообще, да, какую-либо максимально сконцентрированно. Даже, наверное, очень большой аспект есть, что нужно обратить внимание на подготовку к интервью. То есть ты, когда приходишь, допустим, ну вот достаточно высокого класса бар, хочешь работать там, то тебе нужно заранее почитать, что там за предложение, что там надо делать, да. То есть, ну, заранее, можешь даже историю, да. То есть это все будет очень хорошо откладывать впечатление на тебя, как на потенциального работника. То есть подготовка к интервью – это очень важный аспект будет, да. Во-вторых, да, вот я повторюсь, нужно очень сконцентрированно быть во время интервью, то есть отвечать на заданные вопросы, да, прям как в школе за партой, вот прям абсолютно не отходя от темы, всегда отвечать на вот то, что нужно, да, не давать волю эмоциям. Это вот если касательно интервью, да. Если мы рассматриваем вот то, что мы не успели договорить в первой части, да, насчет того, что будет минусом до карантина и на что будут обращать внимание после карантина при поиске работника, конечно же, это в первую очередь будет отношение, да, человека и к работе, и к коллегам, и к работодателю, да. То есть человек, в принципе, даже если бы не было карантина, да, то человек с плохой репутацией, конечно же, был бы сразу внизу списка, да. А сейчас, учитывая, что ситуация с карантином, то, я думаю, это правило еще более сильным становится, я думаю, да. То есть отзывы о человеке очень важную роль будут играть. И пока у меня больше ничего на ум не приходит, если честно. Мне кажется, все упирается именно в отношение человека к работе, к потенциальному месту работы, можно сказать. Ну, вот так вот как-то. Но ты сам помнишь вот это ощущение, что выбираешь ты, а не тебя до карантина? Было, конечно, было такое, да. И, ну, если брать вот ситуацию, что работодатель выбирает человека, то, конечно же, максимально стараться будешь, да. В целом, честно скажу, я большой разницы, наверное, бы не почувствовал, потому что ты в любом случае пытаешься показать из себя максимум, да, выжить при показе себя как работника потенциального, да. Просто во время коронавируса, может, это желание усилится, и это вот самая большая разница, пожалуй, завоевать место. Как-то так, наверное. Сложный вопрос на деле, если честно, очень. Ну, нет, я как рекрутер, да, как человек, из этой сферы, нет, ответил ты шикарно. И я надеюсь, что все эти потенциальные соискатели, потенциальные ребята, которые даже на лето будут сейчас искать какую-то подработку, потому что они тебя услышат. То есть, если они об этом никогда не задумывались до карантина, самое время, наконец-то, вот эту лампочку здесь включить. Да, вот, извини, вот правильно, вот это можно назвать вот этой лампочкой. Просто вот если ты приходишь, вот, допустим, ситуацию, нет карантина, да, ты приходишь, ты уверен, что, окей, есть еще пять вариантов, действительно, допустим, да, что я туда схожу, я туда схожу, я туда схожу, и у меня что-то да получится, да. Сейчас нет, это у работодателя пять вариантов, да. И вот эта лампочка, она гореть прям максимально должна, вот глаза гореть должны. Вот это, наверное. У нас, кстати, горит здесь телефон, ай, не успели опять. Напомню, 6721-2939, 6721-3939, а вот, может быть, даже успеем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, что-то у нас не слышно. Да, попробуйте, пожалуйста. Алло, да-да-да, слушаем вас. Да, спасибо. Я бы хотела поблагодарить вашего гостя, госпожа Иванова, за откровенный такой порядочный разговор, я так полагаю, знающего человека. Вам звонит директор Ишки Украинской средней школы. И в этом году было бы хорошо, если бы вы занялись общепитами, вот такие вот серьезные вопросы, общепита детского сада, школы подняли. Потому что то, что мы пережили в этом году при прекрасных взаимоотношениях, от нас просто уходили. Вот просто надоело ей работать, вот она встала в пятницу или после зарплаты шеф-повар и ушла. И без до свидания, без ничего. Поэтому я считаю, что вот эти этические нормы, спасибо большое, что вы поднимаете. Я бы очень хотела, и, наверное, это страшно звучит, что за такую деятельность надо наказывать. Ты в понедельник приходишь, а у тебя пьяный шеф-повар. Или ты приходишь, а шеф-повара нет. Как это знакомо. Это то, что условия определенные ставят перед тем, как выходить на работу. А я, как директор, всегда стараюсь, чтобы видеть, кто пришел к фирме, которая кормит. И согласовываем мы обязательно. И вы знаете, эта проблема не только моя, это проблема всего общепита, детского общепита. И было бы очень хорошо, если бы вы пригласили тех, кто занимается этим всем. И спасибо, я уже не первый раз вас слушаю. У вас прекрасные, интересные собеседники, которые интеллигентные люди. Но вот у меня закралось в последнее время сомнение, есть ли в сфере нересторанной пофлядочные повара и шеф-повара. Извините, спасибо большое. Спасибо вам огромное за звонок. И я бы с удовольствием, на самом деле, сделала такую передачу, потому что я, как мама, могу поделиться тем, что для меня вопрос питания ребенка, ну, на данном этапе моя дочь в детский сад только пойдет, вот в августе. А у меня и детский сад, и школа. Вот, это очень важный вопрос. И если вы могли бы после программы со мной связаться, может быть, мы сделали бы с вами совместно программу и пригласили бы представителей, те, кто поставляет еду в сады, и в школы, да, если нету своей кухни. Да, вот сейчас как раз нам и ведут доставку. Очень неплохо, не буду рекламировать, но, в принципе, нормально. Но у нас не все дети. Когда у тебя в школе все, все намного по-другому. Я готова участвовать, готова дать возможность интервьюировать хоть родителей, или кого угодно. Мой телефон у вас записан, наверное. Ваш я не знаю, не могу записать, я в машине. Да, мы попробуем сейчас тогда телефон ваш зарегистрировать. Спасибо вам большое. Если мы с телефоном не разберемся, но я надеюсь, что разберемся, да. Запишите, он знает весь мир мой телефон. Может кто-то нам помочь записать, пожалуйста, телефон? Так, секундочку. Сейчас, секундочку, да. Одна секундочка, я записываю. Сейчас, 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 все не так просто. Сейчас весь мир узнает. Так, все, я тоже записываю, да. Мой телефон знает весь мир, ради бога. Зайдите в Украину с колой и все найдете. Все, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо вам большое. Да, сейчас еще обсудим ваш комментарий. Да, я зайду на сайт, спасибо вам. Ой, такой у нас интересный звонок, да, вроде говорили про, собственно, переквалификацию, а вот затронули такую тему, как безответственное отношение к своему рабочему месту. И я действительно склонна верить, что карантин должен это все поменять. Должен изменить вот эти моральные ценности тех же сотрудников. Касаемо моих бесконечных вот больных точек, да, моей боли в целом, того, что на интервью не приходят. Как ты сказал, пришли на интервью, не знаю, откуда пришли, да, ничего даже предварительно не почитали. Я не знаю, не вышли, запили, еще что-то, и таких историй тысяча. И я думаю, что об этом действительно нужно говорить, и мне хотелось бы верить и видеть, что это все поменяется. Как тебе кажется, это поменяет? После карантина это… Вообще, я не хочу быть очень негативным человеком, но мне кажется исключительно, что после карантина это все встанет в норму, но на время. На время? Конечно. То есть, это как будто все расслабятся потом? Мне кажется, потом, да, когда уже все забудут про карантин, все это вернется дело, потому что сфера-то не меняется. Да, ситуация в мире меняется, а вот сфера, как была… И люди-то думают, что они же все те же остаются? Ну, нет, ну, нужно верить, нужно надеяться, но сфера достаточно сложная, мы это все очень хорошо знаем, и она очень эмоциональна, и поэтому вот такие ситуации происходят, и это я скажу, что это не только у поваров, это практически всех затрагивает в этой сфере людей. И поэтому нужно верить и надеяться, что все будет лучше. Но мой прогноз будет не суперутешительным, я честно скажу. Если ты пока что думаешь, что это временно, да? Да, что после карантина, полгодика каких-то, может, больше, это все будет прям по полочкам, а потом кто-то один даст слабину и так… И вирус опять понесется, но уже не корона, а вот тот самый… А тот самый, да. Да, безответственности и… Вирус безответственности, назовем это вирусом безответственности. Все работники общепита поняли, про какой вирус мы говорим. Ну, как бы, да, я не хочу казаться грубым, да, и может, я заранее извиняюсь, может, кого-то это задело, но просто, к сожалению, вот, ну, это факт, да, сколько люди там работают, эта ситуация часто не меняется. Да, и поэтому я думаю, что и в будущем она, к сожалению, не изменится. Так что, да. Вот поговорим про будущее. Хорошо, у нас была такая пессимистическая нотка. Давай поговорим про будущее, про твое. Да, сейчас ты работаешь маклером. Скажи, а не скучают ли руки? По тому, сколько лет ты отработал в этой индустрии? Восемь лет. Ну, почти десять лет жизни. Практически десять лет, да, получается. Ну, я так скажу, ноги не скучают нисколько. Спина не скучает. Спина не скучает, а вот руки иногда все-таки, да. Поэтому я и вот говорю, что если искать, ну, вот, я, например, вот со своей стороны, да, если бы я искал какую-то подработку, да, то я бы искал однозначно в баре. Это интересное дело, оно мне всегда нравилось. И вот, честно, со своей стороны, я помню, я работал в одном вот заведении, у которого было несколько вот мест. Ну, так, цепь ресторанов была, да. И я был, можно, если сказать, завсегдатаем в одном из них в плане работника, да. Безумно классное место было. Его потом изменили и сделали подстать вот другому, которое больше спросом пользовалось. Да. Вот. И я зачастую там работал вообще один, да. А там буквально было сколько, пять столиков, шесть столиков, если мы не берем террасу, да, вот, допустим, какой-нибудь зимний вечерочек или осенний вечер, туда вот всегда иностранцы, местные, русские ребята, всякие приходили, заполнялись. И вот я один. И бар, и вот, допустим, и вот зал, да. Вот это, это космос. Ты один, ты как сам себе хозяин в какой-то степени, да. Это, это кайф работать, да. А если бы еще вот меньше ходить, это вообще бы было лучше на деле. Самый идеальный вариант вообще контактный бар. Это вот это очень интересно. Ты общаешься, ты делаешь. То есть, ну вот да, если говорить о вот подработке, да, вот это самый интересный вариант был бы, вот для меня. Да, ноги точно нет. Не бегать с официантом, нет. А вот ручками порезать лимончики, это, конечно. Не, ну, что ты прибедняешься, порезать лимон. Ну, образно. Придумывал, это и творческая профессия, лимонады, и все, все, все. То есть, ты согласен с утверждением, что человек, который поработал когда-то в ресторанном бизнесе, уже навсегда из него не идет. И что это вот своего рода такой уже наркотик, эта сфера. Знаете, это как… Я могу привести вот такую аналогию, да. Представим, что вот есть человек, который вот работает в этой сфере, он из нее ушел. Да. И вот он во время работы в этой сфере сделал себе здесь татуировку, вот на руке, на вот плече вот прям, да. И вот он решил, ай, не нравится мне все-таки она, выведу я ее. Вот вывел он татуировку, но ведь очертания, что-то-то осталось. То есть, это такая сфера, из которой ты можешь уйти, да, но ты ее всегда будешь помнить, и она будет всегда служить твоим таким, как загашником, на крайний случай, да. Что если, мол, все очень нехорошо у тебя в жизни, да, и ты понимаешь, что тебе нужна работа, всегда сможешь вернуться. Вот я говорю, на все 99%, не на 100%, но на 99% я уверяю, что ты найдешь себе работу в этой сфере. Даже вот после какого-то огромного перерыва, зная, что вот у тебя был опыт, руки помнят. Это все помнится, это все в голове сидит. Так что да. Что самое сложное, что самое, может быть, приятное в этом, помимо, да, ты сказал, сложное, что устает, то есть физическое здоровье, это действительно очень тяжело постоянно быть в такой нагрузке. Из приятного я точно услышала, что тебе нравится коммуникация, люди. Да. Что еще ты можешь выделить? Почему, может быть, ты сейчас вот скучаешь, или почему ты точно не скучаешь, работая сейчас в сфере недвижимости? Я хочу сказать, что вообще сфера общепита, да, она является шикарной школой. Да. Потому что некоторые умения, которые ты получаешь в этой работе, они иногда помогают тебе в будущем, даже в других профессиях. Во-первых, это вообще общепит, он улучшает твои навыки социальные, да, в какой-то степени. То есть ты учишься с людьми как-то правильнее разговаривать, да, если можно так сказать, да. Вот. Во-вторых, допустим, так, что можно... А, вот, допустим, есть такое понятие, как cross-selling, up-selling, да. Это, вот если, допустим, ты продаешь что-то человеку, говоришь, знаете, вот филе стейк, там, шикарное сегодня, да. Up-sell, да. А если вы еще бонусом местного пива возьмете, вообще космос будет. И соус, и гарнир. И все, и пожалуйста, и ты продал две вещи, а не одну, хотя человек хотел только одну вещь, да. Это вот, допустим, ну, вот такие понятия. Это потом в будущем тоже очень может помочь. Если ты, допустим, стал менеджером в каком-нибудь Элкоре, да, продаешь технику бытовую, да, это, конечно, ну, уже другая сфера, но... Принцип продажа. Принцип тот же, да. И это там, тем более, это еще сильнее работает. Ну, вот как-то так, в принципе, да. То есть есть аспекты, которые можно очень почерпнуть из этой сферы, переходя в другую. Да, почему ты точно не будешь скучать в ближайшее время, помимо нагрузки физической? Не буду скучать вообще, я так скажу, да. Или уже не скучаешь. Я так скажу, эмоционально работа очень, так сказать, берущая от тебя, да. Конечно, это интересно, да, общаться с людьми, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты иссякаешь уже, да. У тебя заканчиваются вот эти эмоциональные силы, и надо отдохнуть, да. Если не на все время, то хотя бы на время от этой сферы. Вот так вот я скажу. Вот, может быть, в этом плане я не буду скучать. Пока что по вот этому общению с гостями, вот не буду. Так что вот так. Пока не буду. Кто знает, что будет дальше? Может, у меня свой ресторан будет? Кто знает? Ну, было бы, кстати, хорошо. Я думаю, что у тебя бы стопроцентно получилось. У нас осталась буквально одна минута. Последний к тебе вопрос, Андрей. Давай коротко, тоже как у Дудя. Только не такой вопрос, как у него тогда. Нет, давай такой вопрос. Если ты вернулся бы сейчас на 9 лет назад, на 8 лет назад, когда ты только начинал работать в этой сфере, какой бы совет ты бы дал себе? Это будет звучать ужасно. Давай быстренько. Но я бы со своей стороны, я бы не пошел туда. Да? Не пошел бы. Ну, что ж, на такой ноте мы сегодня заканчиваем наш эфир. Я быстро добавлю, что все-таки сфера общепита – это шикарный вариант заработка для молодежи. Молодежь, черпайте. Это хороший вариант. И слушайте таких вот опытных, профессиональных ребят, как Андрей. Поработайте, а потом. Да, спасибо большое, Андрей. Тебе успехов. Спасибо. Новая для тебя сфера. И пусть все получится. Оставайся таким же открытым и амбициозным. Все получится. Вредион Золотарев, наш звукорежиссер. Я, Валерия Иванова. Открытая кухня. И до встречи в следующий понедельник. Спасибо. Всего хорошего.